доброго времени дорогие друзья с вами лорд игл мы продолжаем играть эту варвара хаммер ну что ж опять-таки мы наказываем взорвавшийся бретонцев которые напали на меня ни с того ни сего у них осталось здесь вот армия армия достаточно хорошая у них там три всадника рыцарь играли потом четыре летающих рыцари на пегаса на пегаса ведь у них сила оружия 56 усиление натиска 55 усиление натиска у тех же рыцарь играли 78 при натиске усиливает атаку ближнем бою и увеличивает наносимый урон смотрите атака вот еще в ближнем бою шанс бы сует отряда попасть по врагу бою вот очень-очень хорошая конница поэтому нападем сразу двумя армии но подождем пока они восстановятся чтобы потом их наказать пока же пока же давайте разберемся с остальным меня здесь 400 денежек что у нас здесь произошло захвачено поселением повышение ранга есть кого-то лорд казначей экхард так давайте мы ему так усиление натиска для пистолетчиков и налетчиков или защита в ближнем бою для копейщиков так а это а этому мужа раздали так давайте мы посмотрим вообще наших у кого-то полководцев ольхи архиэлектор он у нас тут прокачан так все понятно дело в том что так сейчас посмотрим размер ауры увеличивает усиление натиска урон от выстрелов для артиллерии посмотрите вообще шикарно нас по бросок для спас бросок для паровых танков и рыцарей на демигрифах не 5 назад эффекты плюс 16 дисциплины блин классный чувак но а я пошел а здесь усиление натиска уронскую доспехи запас сил я пошел через качать его из него короче такого воин мощного он у меня как бы получается именно мощи сам по себе но зато он не дает никаких бафов нашим войскам практически никаких для этого нам нужны такие вот персонажи как к примеру ну маг понятно маг в принципе давайте мы разберем мага какие навыки у мага ну магические соответственно и всевозможные такие дополнительные наносимый урон 5 процентов цель чужое поселение ну это если маг бегает сам по карте а есть так есть еще давайте 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 посмотрим вот этого навыки персонажа ну они у всех воинов в принципе стандартные до всех воинов в принципе стандартно либо так а вот секундочку тогда где наш персонаж который очень-очень хорошо прокачан 14 уровень так очень-очень так а ну да он у всех воинов он идентичен дальность перемещения здесь общественный порядок провинции это ладно стоимость найма минус 3 процентов довольно таки неплохо если прокачать до три раза не боевые потери ладно сопротивление вампиров доступ к стремительным ударом при наличии подкрепления срок лечения ран содержание дешевле войск на то тоже неплохое скорость восполнение потери ладно шанс пережить засаду тоже ерунда ну как может не ерунда ну понятно опыт плюс для новых отрядов это у нас а ну у него также смотрите нету пафос именно для морали у него отсутствуют такие бабы так вот у нас это давайте кто у нас имперский капитан вот имперский капитан а у него также нету вот у него чисто для себя и чисто вот как бы бафы провинции так также понятно разобрать подбезет бы такой хороший обзор он непосредственно вот этим вот навыкам тоже понятно на атаку все стоит вот а у кого я видел так общественный порядок а ну это опять таки то же самое значит наверное у магов на у этого будет тоже все все так же все верно все без изменений давайте мы вот лучше сделаем так и будем здесь в пирте штраф на пирте штрафан навыки все я понял что у него за навыки а алли эрик цинклер алли цинклер это у нас кто имперский капитан также вот в принципе имперских капитанов можно качать на урон как таковы да они бы будут наносить очень мощно урон так а ман допустим вот взять мага маг у нас навыки так ну соответственно магические и здесь у нас чисто индивидуально когда он ходит тогда так возникает вопрос а ну вот влияние на дисциплину только у одного сопротивление на иску плюс дисциплина и все как таковой больше нет у нас такой серьезное влияние на дисциплину размер ауры только увеличивает сплочение плюс 16 дисциплина а ну в принципе вот это вот и есть очень неплохое ну в принципе все я разобрался по этим вопросам можно идти дальше значит я раскидал все что можно вертись трогать это жови наш бежит дать ставить посмотрим где нас находится верти штрафа он он находится у зигнал заходил ну что все понятненько так это мы закрываем и проматываем вот посмотрим как будет действовать кампин что сделает та армия которая достаточно большая как она поступит будет сидеть на месте либо же куда-то вылезет если вылезет то нам даже проще там она хотя бы будет без гарнизона хотя там и такой гарнизон что в принципе не особо-то и страшен для нас у нас неплохой прирост по деньгам можно 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 добивать армии до конца до упора хорошим а о посмотрите он обнаглел он обнаглел и это нам на руку да и это нам на руку так верти штрафом жители ты принц и подняли какой а врач как а я понял так устроить фестак фестак это общественный порядок все провинции плюс 4 налогово ставка нет вот казна минус тысячи да я пожертвую этим но общественный порядок смотрите сразу паралон стал здесь эти как его короче общественный порядок начала расти для того чувака который поднимает общественный порядок на накладку сюда привез так дальше дальше больше дальше мы этой армии захватываем вот это поселение да без проблем нам то смысла смотреть бой воевать именно так никакого нет оккупируем так кто-то там умер указы общественный порядок а вот настоящим способность эффекты минус 8 атака в ближнем бою доспехи посмотрим потом кому ее ткнуть маринбург не хочу пока здесь что-либо строить потому что потому что рядышком вот это вот армия даже так я именно даже отказаться пока от атаки пусть сидит тем более что у нас вот армия у нас вот армия а он то на эту армию может и напасть верно он сюда может перемен да а и и и и и и нету по сути дела осталось две провинции все 2 проверить так ну давайте давайте мы пройдем сюда так у меня 2500 2500 мне бы нужно строить 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 вот здесь какая-то кожа посмотрите посмотрите меха меха это хорошо надо будет потом здесь вот что это здание кабак общественный порядок общественный порядок ну пока нам тут нет смысла на общественный порядок мы снесем ее до 10 плюс 17 так налоговая ставка дохода торговли и рост давайте выберем это в этой провинции здесь у нас также общественный порядок и тоже принципе не надо давайте дохода торговли плюс рост на принципе не надо давать налоговую ставку выберем дальше здесь это та же провинция здесь пошел рост у нас рост плюс скорость восполнения потерь либо давайте не давайте на общественный порядок именно здесь построим это так потом мы сейчас обратим внимание здесь войска у нас 20 в принципе армия укомплектована армия укомплектована нужно комплектовать вот вот эту вода давайте мы на всех парах путкнемся в этот городок и потом там будем комплектовать армию нашего будущего дальше здесь у нас все печально дела обстоят да здесь так же как бы не особо все так здесь ясно короче все я понял нам нужны бабки нам нужны бабки 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 что ж так посмотрим что у нас тут избыток население заключен и война получено снаряжение получено снаряжение я помню принципе нам пока это так посмотрим здесь шкашка на скоро все это будет наш и в принципе вот это вот надо тоже будет забирать и надо будет посмотреть ожидая очередную атаку хаоситов так орденский лес что у нас здесь а что говорит вы можете издать указ а у орденский лес давайте да на рост и 5 процентов от торговых посмотрим как у нас тут все изменится вот мне интересно куда этот персонаж будет атаковать сейчас потому что та армия которая стоит в городе до в поселении а как бы сказать если он атакует у а то поселение тут не будет кирадык той армии конечно же никто не мне а вот именно той армии а тут еще плюс там где-то вампиры шевелится по сути дела вот это вот у них последняя их армия так это что там была такая возле меня за армия непонятно так здесь разве сраняется скверно хаоса и вас придите не ждут хозяина бить или ваши подданные найдут себе новых хозяев да я понял так так а вот повстанцы да у меня здесь здесь пошло настроение на плюс здесь растет скверна и вот это вот мне печаль нужно как можно больше героев как можно больше героев чтобы убрать эту скверну то есть каждый вот эти вот мелким герой героем да нужно тыкать чтобы у них было убирали сквер да и это мы сейчас посмотрим так цель а давайте посмотрим напомним себе цели так плачет я помню успешно покушение на нежить налетчик это совершите налетный регион ну это это задание я выполнять и дальше известные стороны провинции я понял силы события задание все я понял дальше 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 обзор фракции и вот я хотел посмотреть имперский капитан могу еще одного нанять воин жрец и боевой маг вот их нанимая да ребят я даю им фишки на минус хаос и ставлю в провинции чтобы хаос не распространялся потому что house видите 17 процентов там он 18 процентов тихо ситы бегают и пудрят мне мозги но мы тут еще зашелились надо их просто уничтожить кстати застал это блин потому что я помню я с ними воевал и мне это было неприятно так как у нас обстоят дела наша армия наверное сейчас подойдет так а что еще а это здесь имперский пегас показывается у этого чувачка так там какой-то артефакт у меня был так но это не оружие я заметил доспех был так меня что здесь за доспех доспех 6 так в принципе хороший так спас бросок это у нас 23 процента ну давайте подойдем и атакует а он отходит все я понял армия в армии замки так все это даст мы просто пока 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 мы просто сидим все равно догнать мы его пока не можем в замке мы пасе из войск я могу нанять в принципе ничего такого чтобы мне было необходимо все медиа так верти штрохом верти штрохом давай-ка мы убьем вот этого попытаемся по крайней мере заказное убийство дать отжимать и сможем не справился с ударами жаль очень-очень жаль так ты давай здесь у нас все полет в порядке альхар марин бург ну по нулям по крайней здесь плюс вот здесь минус вот сюда давай вот сюда бежим 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 так ну чтож это провинция у нас очень очень хорошо раз вот надо вот это вот построить уже до двоечки было бы не кисло мне здесь вот построить до троечки а это 5 уровень это 5 уровень конечно 3 так тогда что стоп я же что-то здесь хотел построить просмотр построек миленхайм так здесь у меня в принципе все построено все все есть все что нужно да нужно непосредственно шесть тысяч четыреста восемьдесят да давайте тогда мы немножко подсобираем а посмотрим какие войска я могу нанимать вот этим вот мужичком смотрите рыцари на демигрифах но цену посмотрите а нет вот 1400 ребятки смотрите какие войска появились у меня шикарно шикарно рыцарь надели с алибардами а в чем давайте отличие посмотрим давайте сила оружия сила оружия изменяется так 130 так стоп давайте а я поставил строить прошу прощения пока пока этого не надо делать так устойчивость отряда к обстрелу и атакам в ближнем бою и здесь этот отряд наносит дополнительно врага врагам размером с всадника или больше то есть против больших всадников он круче ой всадников войск урон бронебой но в большинстве случаев индустрирует для спеть поэтому оружие идеально подходит для перед поражение тяжело бронированных целей другой страны и не птина против незащищенных врагов поскольку наносит меньше суммарный урон так я понял дальше давайте перегрузим атака в ближнем бою этих больше а также защита в ближнем бою больше и вот этот щит что обозначает воины этого отряда их первыми считаем блокирующими 30 процентов урона от легкого стрелкового оружия при обстреле спереди короче ребят смотрите вот вот эти вот войска используются против всех а вот эти вот против больших отрядов шикарно слушайте шикарно так но 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 то же самое время то же самое время то же самое время а но это вот вот эти вот отряды да так все я понял пехота что нужно для того чтобы нанять тяжелых мечников а по-моему сейчас еще посмотрим давать так что нужно для наема тяжелые мечники а все больше я же по идее уже могу нанимать а вот точно шикарно слушайте ребятки шикарно так но давайте 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 сейчас мы собираем деньжат именно деньжат мы собираем на постройку 5 уровня 6480 надо и и будет шикарно шикарно так 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 будем собирать армию очень-очень это у нас навыки какие у него честная сталь вот для копеечка мечников и алибардистов не буду я ему короче кидать на то чтобы он был вообще одного генерала можно было сделать блин это гениально вообще идея прокачать просто одного генерала с опыт и поход вот этого с найма минус 3 процента и он будет вот тупо посидел бы просто нанимал бы войска и передавал бы другому а вот стоимость найма ему прокачать потом не бы потерять минус 3 процента во всех случаях армия лорда так боевые потери это ладно но этот как бы понятно срок лечения ран что тут еще такое есть содержание как бы ну вот вот это вот прокачать его и просто шикарно вот это вот и вот это самом начале просто берется генерала прокачивается до этого и потом нанимается все войска поэтому давайте мы сейчас это 5 уровень а это у нас тоже которые вот вот это так как с полной армии давайте мы сделаем короче таким вот образом сейчас мы его прокачаем по быстренькому это мы давайте на фьордах вот давайте пойдем туда о как это а плавательный может что я не понял сейчас дальше все походили все походили все кто не важен на 5 штрафом если войска эти сидят восполняются принципе здесь 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 музей он музей он делал на 100 музей он что у него из плюшек нет в принципе ничего вот ему бы на общественный порядок они нормально идет размер гарнизона планики проматываем пока пока проматываем здание я же говорю хочу 5 уровня построить там здание блин как тут оказывается ну все фишки узнаются впоследствии игры да как-то я вот по началу игры на это не обращал внимание не зацикливался да но сейчас я понимаю понимаю как круто можно в самом начале развиваться бритония бритония наверняка хочется умереть осталось по лому тут два поселения в этом ходе до 1000 давайте мы наверное заберем эту эту тысячу музыку так и вот сразу мне вот это не нравится и и вот сразу мне это не нравится а он куда-то пошел сейчас сейчас разберу они смотрите как вот как вот это вот называется это называется подлость так благодаря недавним от 7000 меня до 12 так маг наш поднял до 12 увеличение запаса энергии ускорение перезарядки неплохая штука давайте мы вот этот выучим да и потом просто проводника возьмем для мага это нужная вещь заключен мир империя притония технологии исследования так у нас плюс по денежкам очень хорошо у нас денежки приносит так вот смотрите оружейные сила оружия плюс действия с тяжелыми мечами с оливардами и отрядов с пиками ков калат здесь мечников и перспективы гриф тяжелого танковая броня броня для для машин боевых фиг с ним а вот на силу оружия на силу оружия также блин доход от портов рост все правит рост ладно доход очень очень хорош и смотрите рыцари наставники после поле давайте улучшенное тяжелое оружие возьмем так и смотрите и смотрите нам теперь нужно уничтожить этого вот корча да потому что он он нагло поступает с нами согласитесь давайте мы ускорим ся по максимуму и этой армии мы если мы ускорим ся по максимуму мы прибежим вот сюда он матч ну потому что ну что это за наглость терется возле моего замка так это что за здание цех ткачей на дохода но здесь бы блин было бы неплохо на пастбище что-то построить так 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 бордела на вино при сколько всего надо сколько денег сколько здания могу построить нужно воевать воевать и еще раз воевать при этом грабить уничтожать и тогда все будет у нас шикарно звучит конечно ужасно но тем не менее так оно и есть так давайте давай спускайся ты на воду можешь где ты где-то здесь спуститься да вот он спустился по моему на воду вот кораблик поплывем вот на кладбище дракаров или вот сюда пьет ледяного змея и будем прокачивать чувакам так так берти штрохом берти 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 за и был по-моему у тебя тут слишком много вот убийство стоишь ты ты очень дорогой берти ладенько что же просто походим пока им так бежит мой ненаглядный так вот здесь у меня очень-очень плохая так ты на какой территории находишься в данный момент ты находишься непосредственно там где надо и давай размещаем общественный порядок 7 вот-вот-вот молодчина ленту здесь за чувак стоит и мне что-то колдует я понял я понял так это дает лишь к росту принципе о чем не размещен до сих пор как-то странно так 3000 заход сейчас у нас есть совсем немножко возведенные постройки интересно что у нас здесь кабак завершён окей железная шахта завершена хорошо могу что-то построить даже смотрите а за 500 смотрите нет ну за 500 конечно же нет нам бы вот за 750 приносимый доход увеличить было бы шикарный шикарный сведения гарнизоне гарнизон неплохой вроде как плюс еще здесь армия на подходе так что если он нападет получит люлей я так думаю у меня здесь две армии рядом с ним интересно что с ним будет если он и замок и эти две армии его атакуют просто просто мясорубка будет с него и все больше то иного он не заслуживает кто к нам с мечом тот от меча ну вот вернулся все вопрос исчерпан так теперь 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 нам надо как-то как-то с ним разобраться так так что то такое а мятежники откуда они здесь опять появились параворн вроде бы у меня был нормальный 10 закончить бы вот здесь вот со всем этим все бы было шикарно блин а так он вторую армию собирает посмотреть я смотрю все я понял давай сюда ты давай вот сюда захвачу курон и нарушение нарушения и все и потом атакую двумя и армиями так 3 663 я понял так значит 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 здесь у нас давайте мы пока наверное будем строиться на территории где у нас более-менее все уже спокойно и хорошо вот давайте вот это посмотрим что мы можем здесь здесь хватает по деньгам немножко а а стоп давайте вот проверим куда это может сплавать не хватает хода да все я понял не хватает значит не хватает здесь вот было бы а вот здание если есть пустое значит строить это у нас кто дедитерс хаффин дитерс хаффин мы конечно же в первую очередь здесь строим однозначно на охотничий лагерь рост плюс 5 производства меха это нужная вещь однозначно строим и улучшаем по деньгам полторы тысячи тысяча шестьсот шестьсот шестьдесят три у нас еще остается остается здесь не особо важное поселение чтобы здание точнее чтобы строить маринбург давайте мы а маринбург до построим вот этого зданица а здесь еще в гизор а также есть меха ну по сути вот это вот здесь не нужное здание однозначно сносим а вот это вот здесь не нужное здание часовня зигмара нанять призвать героя я могу имперского капитана нанять и воина жреца а все я понял я понял нам эти вещи нужны все наймем вот это вот здание так пускай ладно будет вопрос что вот это вот нам по сути то здесь вот здесь вот в этой провинции она не нужны здесь военные постройки здесь нам так чтобы не беспокоил общественный порядок и принос денег все больше ничего не надо поэтому давайте так же снесем не это постройки все это здесь это здесь все мотаем 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 и смотрим как отреагирует эти чувачки на то что моя армия находится у них на территории что они сделают их надо просто добить все и все добить и все так так мотаем так мотаем мотаем соберите армию поднять знамен опыт для всех новых отрядов стоимость на и момент надеюсь охотным поиском учтем учтем так весело он уничтожен да ну и ээээ с я думаю что они не возьмут не возьмут пусть пока добьем просто хочу добить ничего личного ничего личного ничего личного я просто вас хочу добить я ошибался я ошибался а вот она а вот тут я авторасчетом захвачу ха 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 и и и разграбить и занят нет оккупировать так вот так так и давайте сейчас сейчас посмотрим распределим навыки есть у этого чувака но этот чувак у меня чувак так чувак он у меня именно непосредственно так усиление натиска имперский пегас ладно он у меня просто огонь просто огонь усиление натиска приносит увеличивает атаку в ближнем бою увеличивать наносимый урон да вот 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 дисциплина смотрите он увеличивает и дисциплину шикарно плюс защита плюс атака так давайте 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 тогда сделаем и ведь не кислов было бы и влияние на дисциплину плюс 5 поднять давайте мы ее поднимем потому что это очень хороший навык так дальше дальше вот этот вот я не помню поднял не поднял не поднял но тем не менее может здесь есть давайте шанс на успешную засаду так оружие нет свободного талисман нет свободного предмет нет свободного транспорт да и фиг на него так так дальше вот вот этот вот чувак у него что здесь есть оружие почему то нет без бездарность доспехи есть ну и ладно так все остальное есть единственное давайте посмотрим может быть так общественный порядок это влияние на дисциплину так это хорошо дальность перемещения ладно защита хорошо доходы всех построек да нафиг бы надо а шо выбрать тогда общественный порядок это кому-нибудь другому мы дадим так ну в принципе то он нормуль а еще но вот здесь но вот здесь смотрите общественный порядок можно поставить сила магии ветров плюс 20 какая разница даже если он и не маг то по идее для нашего мага оно должно идти в плюс так оружие у меня не хватает и предметов зачарован так смотрите у нас плюс уже 4187 доход хороший доход как вы думаете единственное что сейчас со всеми этими полстанцами надо разобраться и видите везде общественный порядок а чтобы убрать общественный порядок сделать лучше нужно построить здание которое улучшает общественный порядок нет а это здание соответственно лучше строить вот в этих городах а здесь мы либо бабло либо старошку но мы выбираем бабло бабло так пока 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 погодь пока погодь давайте мы сейчас посмотрим что мы если нападем на это а че тут вообще понты какие-то а второе счет оккупировать не могу могу разорить я добрался сопротивлений ох ты вот это шикарно так я добрался туда где сейчас у меня но 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 у меня они падают в этом так режим засада минимальное потребление перемещение по карте компании войска станции замаскирован какой-нибудь шансов движения так 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 я понял я понял доспехи вот вот теперь тебе можно ткнуть и доспехи ткнули доспехи и смотрим что тебе тут атака в ближнем бою вот у него защита ближнем бою для копеечка мячникова или барчиков эффекты компании смотрите какие эффекты дают так давайте посмотрим здесь турнирный боец атака блин однозначно дальше эффекты минус 4 дисциплина влияет на противника доходы тех построек конечно тоже блин урон сквозь доспехи сопротивление скорость восполнения потерь ну что ж давайте так только со следующего хода надо просто разрушить это поселение еще ко всему прочему да так 12000 12000 а он же качнулся кстати у нас на уровень ребят так давайте мы им короче навыки вкидываем это конечно все круто дальность перемещения мы ему врубаем и потом стоимость найма так это есть у нас дальше ну что в принципе ребят я на этом буду серию заканчивать эти 12000 мы раскинем потом да по постройкам спасибо что смотрели это видео не забывайте подписываться на мой канал всем пока пока